Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Бляр ТВ. Прежде чем мы продолжим смотреть на этот топовый реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. Именно в этом реплее мы взглянем новыми красками на нашу любимую Generals Zero Hour новая карта под названием Arizona Airfield. И спонсор данного ролика канал NicoLight. Не терпится посмотреть прохождение новинок? Тогда тебе сюда. Николай выпускает качественные летсплеи по новым играм и, что самое важное, делает это с душой и большим интересом. Прямо сейчас идут выпуски по Hogwarts Legacy, а уже в скором времени вы сможете насладиться игрой Atomic Earth. Рекомендую подписаться на канал NicoLight и не забывайте ставить лайкосы. Ссылка будет в описании. Передавайте от меня большущий привет Николайту. Парень старается, делает контент все качественнее и качественнее. Поэтому, ребят, передавайте от меня приветище. И, конечно же, поддержите, поддержите юного летсплейщика. Ну а на карте будут разборки между двумя топами. Как я сказал, это новая карта. Мы видим справа прям целая авиабаза американца. Выглядит это вполне эффектно и необычно. Два китайца, правда, разбираются сверху. Стартует за ванилу Чайну Бойко. Игрок из США под красным цветом. Многие знают Бойко. Он является чемпионом мира 2020 года. Ну и, в принципе, фанатов у этого игрока просто по пальчикам явно не посчитаешь. И соперник Бойко. Это жесткий египтянин под бирюзовым цветом. Сыграет за китай танки. Маракар. Он сейчас набирается. Я думаю, это не самая пиквая его популярность в этой замечательной игре. Он все еще идет к своему первому серьезному титулу. Это не обязательно может быть мировая серия. Это также может быть и экстраваганза. Но Маракар имеет статус эксперта. Уже ровно так же, как и Бойко. Хотя играет, ну, если брать чистую ЗХ, явно меньше. Здесь уже идут. Идут агрессивные бои. Вперед пошел, естественно, танк. Чайна будет защищаться. Состоят ангары, но в них нельзя сажать пехоту. И что касаемо вообще по карте, по ресурсам, давайте разберем. Слева есть сапплай. Справа есть два сапплая. Прям так к ряду стоят. Еще правее есть две вышки и завод нефтепереработки. Вообще карта огромная. Дальше, видимо, тут справее также имеется целый сапплай. И слева также еще имеются коробки. Вообще денег куча. Особенно было бы интересно посмотреть здесь и разборки гла. Ну, посмотрите, какой дракон-то заехал к Маракару и уже в три сапплая играл от Чайна. Но не тут-то было. А что по поводу китайца? Да, тот играет в три сапплая, но Бойко ему сжег две нефтяные вышки. И теперь Маракару будет не захватить. Это тоже проблема. Ну, проблема на будущее, когда появится пропаганда, появится лотос. А дополнительных ресурсов-то и нету. Так еще и заставляют продать целый сапплай. Ох, какие драконы на этой карте проходят просто изящные. Красивая водичка, кстати. Такая набережная. Мне нравится, что сверху, что снизу. Дракон пошел дальше. Встречает дозер. Саппл траки отошли. Но нужно принимать. Да, там есть посты. И, в общем-то, до сих пор пытается играть Маракар первым номером, как мне кажется, вперед-вперед. Но ему нужно делать это за танка. Потому что в будущем, когда Чайна уйдет в пропаганду и появятся нюкэноны, если не появится, будет играться сложнее. Ставится барак. Не удалось сжечь две вышки. Бойка за собой их сохранил. Это очень важный момент. Тот самый его дракон все еще гуляет. Да что ж ты будешь делать? Неужели сожжет? Нет, не должен. Не должен сжечь. А саппл траки. И саппл траки. Нет, все-таки один саппл трак не выживает. И один на лоу-кп. Но восстанавливается потихоньку Маракар. Восстановил свой третий сапплай. Дает, кстати, третий военный завод танк. И сейчас, я думаю, будет неостанавливаемый просто спам с этих трех военных заводов. Но дело только во времени. Насколько хватит и задавит ли танкист с трех заводов. Что касаемо Чайны, там все еще два военных завода. Но пропаганда, значит, выйдет Черный Лотос. Пошла бункировка. И как раз-таки Черный Лотос, если захватит эти две вышки, то, ну, у Чайны будет некое преимущество в ресурсах. И в такой момент с таким спамом танку светит разве что захватить сапплай слева. Уже дозер пошел, точнее справа, извиняюсь. И сапплай слева. Тогда перебьет экономически эти две вышки. Но пока они еще не захвачены. Да, сапплай втыкается. Дракон прет. Бункер можно попытаться поджечь. Но там стоит Бэтлмастер. Все охраняется. Все предусмотрел очень опытный игрок из Америки. Слева здесь тоже территория контролится. Выходят уже ЕЦМки. И, правда, свою же ЕЦМку здесь сжигает дракону. Что тут будешь делать? Ах, бойка, бойка. Бей своих, чтоб чужие боялись. По всей видимости, работает здесь это так. Ну, слушайте, нагнетает просто по всем фронтам. Танкист и справа, и в центре, и слева, везде. Но тут, правда, уже с левой части карты не так. Все опасно. А вот прошел пост. Ах, дозер. Это не последний дозер? Нет. Выживает. И командный центр уже дает. Чайна. Лотос. Да. Захватывает эти нефтяные вышки. Но танкист. Все прет, прет и прет. Правда, против пехоты хотелось бы увидеть гатлинги. Или хотя бы дракон. ЕЦМка. Так, идет дамаг по заводу. Маракар прям через правый фланг. Даже с опалтрак с обоими скликнул. Захватил. Случайно. Такое бывает. Но у Бойки по экспе не выше. Хоть и юзает лучкованные батлмастеры. Но все равно Чайна не выше по экспе. Это говорит о том, что в принципе Маракар пытается контролить. Но вот сейчас был убит плюс 200 экспе. И вот-вот по стройке командного центра может доработать и третий ранг. Чайна. И спокойно уже ковровочками здесь своими отрабатывать. Ох! Выходит суперзвезда арены. Это нюк Кэнон. Дает о себе знать сразу же парень. Третий ранг от Чайны. Справа все-таки разжигается нафиг этот бункер. И по всей видимости Маракар достигает цели, друзья. Сжигает две нефтяные вышки своему сопернику. Ну-ка Лотас попытается заморозить. Плюс ЕЦМка. Неужели Бойка спасает? Это еще в ответочку выдвигает уже свое оружие. Своё повышение. Это ковровочка на Саплай. Здесь устанавливается командный центр. Командный центр отменяется. Кстати, четвертый военный завод от Маракара. Да ну нафиг. Куда столько-то? И приходится восстанавливать Саплай. Не задушили вышки. Лотос все еще работает. Ну нюк Кэнон, да. Нюк Кэнон подслился. Зато сколько он на своем пути сразил. Так и еще могут быть нюк Кэноны. У Бэки у самого три военных завода. Он еще слева добавил. Но против четырех. Ух, а как так-то? Временно разморозился дракон. И одну вышку забрал. Это не до контроля. Ну а здесь и драконы, и Бэмы врываются. Но очень много ЕЦМ-ок сделал здесь игрок из США. И у египтянина есть проблемы. Его армию сейчас разбирают. Да, выходит опять нюк Кэнон. Минус три дракона. Жара. А левый фланг? Левый фланг будет ли Маракаром подбираться? Вот в чем вопрос. Справа он добывает. Мне кажется, используя время, он мог уже и слева. Потому что основные ресурсы потихонечку-то заканчиваются и заканчиваются. Только сейчас танк дает свой командный центр. У него имеется третий ранг. В то время у Чайны уже четвертый ранг. Опять заезд драконами. Но все-таки доработает нефть. Ну надо, надо, да. Надо ее дорабатывать. Минус ЕЦМ-очка. Здесь, кстати, еще завод нефти переработки. Он дает скидку на юниты. И нефтяная вышка последняя на этой карте. Она легла. Но отработал достаточно долго. С нее фармил экономику. Естественно, здесь Чайна. У него Кэнон опять же отрабатывает против танка. Это очень действенное оружие. Есть только защищать. Знаете, я бы предположил, что Маракар может пойти в филд. В такой ситуации. И появится Миги. Да, у танка они дорогие. Но у танка денег сейчас хватает. Миги для того, чтобы выбивать этот Нюк Кэнон. Минус сбросили. Попались ребята. Какой зашел дракон. И сжигается. Командный центр. Вот так прям в наглую пропускает. Бойка. Придется отстраивать новый. А если дозеры? Нюк Кэнон, конечно, избавляется. Здесь, но ракетчики там погибают. Есть еще дозер. Да, слева остался последний. Опасно. Строится командный центр. Кстати, здесь чуть ли не уничтожили пропаганду. Но уже и слева на ресурсы сел Маракар. То есть Маракар сейчас в позиционке в ресурсах. Явно впереди. Так как еще уничтожены были вышки. Опять заходит дракон. Не очень хотелось бы завод нефтепереработки терять. Но здесь нужно еще и о другом думать. Подходятся новые-новые силы танка. Слева Нюк Кэнон. Оверлорд танк. О-хо-хо-хо. ЕЦМки. Гатлинг. Ну а Маракар дает бараку. Есть филд. Это говорит о том, что будут, скорее всего, сейчас хеликсы. Но тут уже есть пулемет. Неужели испугается? Чай на этого пулемета. Но здесь еще одна армия подходит. А дозер-то рядом. Дозер надо съемить. Он последний остался. У китайца и вот-вот достраивает свой командный центр. У бойки уже пятый ранг. Между прочим, как наваливает шикарно здесь Нюк Кэнон. Ну просто поражает все на своем пути. И пятый ранг. Есть теперь и Эмми Бомба. Вообще фулл просто повышение у Чайны. Против танка это нормально, когда он сливается только батлмастеров с двумя лучками. Лотос в тылу забегает. Вот это, конечно, опасный момент. Есть уже первый хеликс. Хеликс девочек сейчас будет, скорее всего, работать. Может быть, воровать ресурсы. Здесь так странно с двух сторон работаются полтраки. Не совсем балансно на соплае. Но Лотос просто пока разведает. Ага, вот она пробежала, посмотрела. Затем последовала ковровка, конечно же, на пропаганду, чтобы соперника не было технологий. И еще электростанция также забирается. Все, пошло воровство. Но здесь дело контроля. Хеликсы успевают или не успевают. Там уже три хеликса от Китай-танка. Маракар все видит. Мины под завод. Юниты погибают. Но вот Лотос сперл свою тысячу. И это все, что ей дали. Но не забываем. Она еще дала разведку. Слева тут идет накопление. Очень много батлмастеров. Есть ЕЦМ-танки. Пойдет ли Чайна? Тоже идет Фил. Тоже будет играть с хеликсами. Все спалил. Понимает, что такие же юниты пригодятся. Ну а тут все больше и больше становится нюкэнонов. И несмотря на то, что у Маракара сейчас преимущество в позиционке, в ресурсах, проблем ему хватает. Потому что у соперника есть полноценная и мощная артиллерия, которую нужно как-то обрабатывать. Ну вот и Феликсон. Вот и бравые ребята. Привет, нюкэнон. Ты нам не нравишься. Нюкэнону пофигу. Ведь его ЕЦМК защищает еще минус оверлорд. Ух, забирает, как Китай, танки. Он тоже хочет пятый ранг. Пока имеет только четвертый. Ну а слева проход, дорогие друзья. Заставляет продать саплай. И уже ванила Китай устанавливает в свой ресурсный центр. Войска танка, естественно, отошли. Но попадаться под эти нюкэноны сейчас никому не захочется. Я думаю, что может Маракар попытаться как-то миксануть с повышениями. Но у него нет ковровки. У танка она только с пятого ранга. Но есть арт-удар, в котором будет очень тяжело попасть. И есть хеликсы. Кстати, запущен арт-удар как раз-таки в эту область. Но, мне кажется, чуть выше даст. Близенько было, но три хеликса. Здесь очень грамотная ЕЦМК морозит один гатлинг. Остается еще один гатлинг. Правда, сзади поджимает. Но в целом, да, хеликсы отлетают. Но Чайна потеряла мощную армию-то здесь. Правда, сейчас вот один... Нет, Овер тоже отлетает. Серьезно. Минус вся армия. Вот теперь выход этой армии бэтл-мастеров. Да, вот здесь Маракар просто великолепно отыграл. Правда, там подходит еще один нюкэнон. Ну, а тут повышение. Неужели Эмми-бомба? Неужели Бойко нашел тот самый момент, когда ее можно реализовать? Совершенно верно. Но не все юниты замораживаются. Маракар прочел момент. Вправо бегает Лотос. Тут опять же нюкэнон. Оверлорд. Война по всем фронтам. Карта огромная. Карта интересная. На глаз очень необычная, непривычная. И посмотрите, был сброс. Бэма прям под центром пропаганды взял в повышениях Китай-танк. Лотос там пошла дальше. Арт-удар уже от Чайны. И слушайте, минус пропаганда. И нюкэнон не сможет ударить. Он ее сам заберет. Соплай слева отменяется. Были сброшены мины. Арт-удар пошел на военный завод. У Маракара сколько их остается? Раз. Два. Уже не четыре, как мы где-то там насчитывали. А раз. Два. Но добыча идет. Так. Ракетчики остаются. Уже Хеликс появляется от Бойки. Пошла ковровочка на добивание, по всей видимости. А ну-ка. Будет ли реакция? Да, реагирует, но поздно Маракар. И как великолепно накрывает здесь бомбардировка. Плюс Хеликс. Но есть Гатлинги. Один, по крайней мере, с ЕЦМочкой. И три Бэтлмастера выживают. Ух. Вот это размена. Вот это жесть. Но самое главное, что Маракаров все еще справа добывает. Он имеет до сих пор преимущество в экономике. Да. Здесь все свои уже базовые площадки. Они выкопались. Ядерное оружие пошло от египтянина. Ух. Ну вот Нюкенон. А это мины, кстати, Маракара. Что самое интересное. Посмотрите, Гатлинги попадаются. Сейчас Нюкенон не даст. Будет по Сапалтракам же валить. Больно. Достанет, не достанет. Заметит, не заметит. А справа. Вот оно, что Маракар. Решил бойко зайти. Отменить этот Саплай. Кстати, мог раньше это делать. Но как-то, видать, времени не хватало. Может быть, и внимательности. Ударил действительно Нюкенон. Но Хеликса в 4 штуки. Им будет тяжело отработать. Там стоит 3 Гатлинга. И бункер ставится на отбойке. Как раз-таки подступаем уже к тому моменту, когда особо денег на карте не остается. Но вот 4 Хеликса могут пипец как решить ситуацию. 2 Хеликса у бойки. Юнитов очень много на карте. И ребята пошли просто вабам. Минусуются 3 Гатлинга. Минусуются 2 Хеликса. Минус Нюкенон. Хорош очень бункер оказался. Но 2 Хеликса здесь еще выживают. Один, правда, очень каленый. И бойки-то есть чем ответить. Посмотрите, у него свои 2 Хеликса. Появляется уже таймер ядерной ракеты. Да, Маракар теряет все свое воздушное войско. Но пробивает левый фланг. И может теперь без препятствий на эти коробки добывать вправо что-то случилось. Нет? А куда там армия с... А, Оверлорд отошел. Вот куда армия справа делась. Но тут и Маракар пока не продолжает идти туда дальше. Опасается. Ну, есть еще Хеликсы боевые. В принципе, справа тоже надо дособирать танку эти ресурсы. Ну, и как мы видим, ни о каких хакерах даже речи не идет. Но в таком мясе, на самом деле, хакеры будут очень легко выбиваться. А стоят они дорого. Тем более, если взять танк, у него они еще дороже. Поэтому не очень выгодно. И я даже не удивлюсь, если бойцы просто будут уже бить друг друга чем... А тем, что есть. Помните ту самую карту Сноудроуд, где играл Буэйка с Роллом? И как там феерично в чайномероре Ролл стащил. Хотя мы там видели и хакеров. Но это никак вообще не помогло и не спасло. Апа-па-па-па-па. Какая ковровочка! И минус большая часть армии неприятно. Дозер подъехал. Флуатов особенно особо не имеется. Справа отработали Хеликсы. По сопл-тракам. Да, своим путем сопл-траки прута, кстати. Где соплайт, откуда они... Прут, не понимаю. Слева. Далековато. Но скоро будет ядерная ракета. Ну как скоро? Еще 4,5 минуты, конечно. Все равно. Это грозное оружие. Я думаю, если Лотос подойдет. Как-нибудь хорошенько зайдет. То ей можно поработать. Далековато. Пост спалят ли вопрос? Ага, пошел вперед. Вот тут на разведку у нас игрок из США. Работает одна ЕЦМ-ка против двух. Конечно, не так просто. Справа здесь скопилась некоторая часть войска. И арт-удар попытается. Попытается Маракар попасть. У него все еще нет пятого... Ранга. И ювелирненько закрывает эти гатлы. Там, правда, Хеликс. Но Хеликсы тоже отгоняются. Хоть и забрали Дозер. Правда, есть у Чайны танк Оверлорд. И придется свои... Да, Бэтлмастер переводить на левый фланг. Маракар готовит новые Хеликсы. Денег уже совсем не осталось. Ни у одного игрока, ни у другого. Хотя коробки еще на карте есть. Но за них идет война. И так просто друг другу добывать, конечно же, не дают. Я думаю, сейчас прекрасно понимает игрок из США, что его задача как-то избавиться от этой ядерной ракеты. Или остановить ее, уничтожив сопернику хотя бы энергию. Да, вот три саполтрака. Сброс БМа. Ну, такой интересный сброс. Так, тут очень важно гатлинги не терять. Там же Хеликса уже три штуки. Но тут свой Хеликс и отрабатывает шикарно Маракар. И не дадут добывать сбойки, дорогие друзья. Хотя казалось, ну тут у Бэки по войскам все шикарно. Вот эта армия березового генерала справа фланга стянулась. И слева прям наводят свои правила. Свои порядки устанавливают. Так, что по деньгам? Ну, какие-то коробочки сейчас отправятся в Саплай. Немножко, но все же. Пропаганда ставится для ремонта. Интересно. Филда нету. И чтобы, видать, ремонтировать Хеликс. Совершенно верно. А арт-удар тем временем следует отчаянно. Чуть-чуть осталось. 157 ХП китай-танку, чтобы набрать пятый ранг. И он тоже сможет пускать и ковровку, и эми-бомбу. А вот здесь эми-бомба была минус. А арт-удар по электростанции. Не хватает. Придется теперь новую строить. Да, оттягивает запуск ядерки. Но идет напряжение на оставшийся электростанцию. И ставится еще одна. Плюс воровство денег. Все, что было Бойко, своровал у своего оппонента. Ковровка следом. Все еще нету пятого ранга. Надо его набивать. Ну вот сейчас опасно. Неужели прочитал американец? Какая ювелирочка-то упала. Действительно прочитал. Просто вдарил. Не стал сюда ковровку запускать. Потому что в тот момент там войска стояли. Они пошли и они получили. Все еще нет пятого ранга. Их жесть. Что творит Бойко. Что он отмачивает своими повышениями. Но у Маракара сейчас явно есть проблема. Правда Маракару запустить один арт-удар. И у него появляется уже пятый ранг. Так. Есть Хеликс. Есть два Гатлинга. Это мины на военный завод. Хеликса есть у Бойко. Их три штуки. Их четыре штуки. Ой, как это много-то. Военный завод бьется. И мне кажется сейчас просто... Ах, нет. Могут и не зачистить. Там еще два Гатлинга есть. Просто закрывается военный завод. Я думал, все, пойдет зачистка, пойдет до свидания. И минута остается до запуска ядерной ракеты. Здесь есть радар. Лотосом не получится. Контратака Хеликсом. Но Лотосом еще не получится. По той простой причине, что нету пропаганды. И, в принципе, эту девочку не заказать без участия пропаганды. Хоть есть и казармы. Ну, тут один Хеликс против четырех. Эх, какой герой, а. Ну, пытается. Пытается всячески отвлекать. Надо еще успевать с Гатлами. Тут идет охрана электростанции. Охрана ядерки. Да, да. Одну электростанцию все-таки чайно достает. Уже 20 минут игры, между прочим, позади. Я даже не замечаю, как пролетает это время. Ну, и здесь нужно идти ва-банк. Два Гатла это не так много. Ну, и электростанция, которая сейчас держится... Ну... Паш, просто! О, боже! О, боже! Что делает Ларакар? Он получил пятый ранг. И... Это великолепная Эмми-бомба. Это абсолютно спасать! Это спасительная Эмми-бомба! Теперь осталось отстроить электростанцию. А тут Хеликс в контратаке летает. Уничтожать. Вы посмотрите. Его, конечно, завалили. Но Бойко получает теперь на себя удары пятого ранга от Китай-танка. Просто бесподобно. Восстанавливаться будет энергия. Через 16 секунд врежет ядерная ракета. Если Дозер не успеет, можно тут забрать и КЦ, и Эйрфилд. Но Маракар прям, муа! Ребят, блистательно отрабатывает повышениями. Точно так же, как это делает и Бойко. Но в такой момент, в такой ситуации. Это то, что нужно было сейчас египтянину. По сути, он был на волоске. От проигрыша. Ну, великолепно. В никуда повышение. Просто... А, ну, пробил. Окей. Арт-удар. Не арт-удар, а ванпост. Пошел еще арт-удар от Маракара. Два БМа сбрасывает. Ядерная ракета на готове. Продается Филд. Можно подамажить. Можно уничтожить. Так. Упал арт-удар. Куда пойдет ядерная ракета? Продается. Нафиг командный центр. Арт-удар-то бьется слева. И минус военный завод. Остается у Бойко. Две электростанции. Отстраивается казарма. Как переворачивается эта игра. А у танкиста еще есть. Есть командный центр. Значит, будут отказываться повышения, по сути, за Дозер Ханти. Чайно и чайно проигрывает такой бой. Просто невероятно. Правда, слева... Откуда ты взялся вообще, брат? Кто тебя создал? Такого красивого. Вы посмотрите. А защищать на базу просто нечем. Маракару. Ракетчики спамят чайно. Что? Есть силы, чтобы отбиться? Боже мой. Ой, есть ли деньги, то все, наверное, весь свой плод в ракетчиков вложил. Не остается у Бойки бабла. 10 баксов. Но он дал мину. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. А дракон заставляет продать ядерную ракету. И где сжигать оставшуюся часть базы? Это электростанция и командный центр. Но у Бойки не будет своего командного центра. Все. У него нет денег. У него осталась одна казарма. И одна электростанция. Ждется последний КЦ Маракара. Но он находит новое место, где можно его отстроить. Ну какой чудотворный дракон. Как вообще он появился? Там, видать, перед тем, как убили военный завод, он перед этим успел вывезти дракона. И последнее повышение полетело от Китая танка. Он успел его сделать. И неужели не долетит? Ах, какие беспощадные гатлинги. Еще и с лычкой. Да. Но вот этот парень сейчас, если спалит. А если не спалит, то базу его могут накрыть уже и ковровками. И опять же БМами. По сути, Маракару сейчас достроит командный центр. Он сбрасывает, допустим, сюда БМы. Сюда ковровку. Это победа Китай-танка. Здесь сейчас все только зависит от того, насколько оперативно Бойка сможет разведать и увидеть. Вот он проходит на правом фланге. Он ищет. Он не замечает. Он идет, смещается к центру. Нет электростанции, поэтому КЦ строится достаточно долго. Еще не факт, что когда он достроится, откатится повышение. Но вроде бы унюхал. 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 Игрок из США унюхал. Отменяется каркас казармы. Сдается Маракару, взяет просто какой-то эпик файтинг. Костается, два здания у Бойки. И он увозит за собой эту победу. Но действительно, посмотрите. В 20к было преимущество у танкиста. Но для победы ему чуть-чуть не хватило. Боже. Честно скажу, в последнее время просто реплей на реплей. Вот что не реплей, что действительно настолько топово. Я сижу просто весь в эмоциях. Ну, пацаны, как вы это рожаете вообще в 23-м году? Откуда у вас берутся эти все мувы? Ладно. Многословлю, друзья. Оставляйте свои мнения в комментариях. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. И Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.